Таким мы увидели наше Солнце через объективы кинокамер за несколько минут до начала последнего для всех нас с вами полного солнечного затмения. 8 утра. В 60 километрах северо-восточной Целинограды, где оборудовали свои наблюдательные полигоны и экспедиции многих институтов Академии наук СССР, союзных республик, астрономы и физики из-за рубежа, объявлена готовность номер один. 8 часов 28 минут по местному времени. Видите, в верхней правой четверти солнечного диска маленькая точка. Это как раз начало затмения. Полная фаза наступит через час. Замедленная киносъемка дает нам возможность увидеть, как спешат на своеобразное рандеву Солнце, Земля и Луна. Через несколько минут они встретятся на одной оси и наступит полное затмение. Заметно похолодало, удлинились тени, изменился цвет неба. И вот сверкнул последний луч Солнца. Вокруг черного диска засияло, меняя свои очертания, корона. У горизонта зажглась вторая за сегодняшнее утро заря. Чуть больше минуты длится полная фаза затмения, а затем снова блеснет первый луч Солнца. Для ученых это редкая возможность лучше понять многие процессы, подтвердить или отвергнуть некоторые гипотезы, обнаружить ранее неизвестные явления. На этой установке мы прослеживали пути заряженных частей от Солнца, частиц от Солнца как можно дальше, как можно на более далеком расстоянии. Рядом работала установка, которая, грубо говоря, позволила уточнить метеорную опасность для космических кораблей будущего, когда они будут летать между Меркурием и Солнцем. Следующее полное солнечное затмение по расчетам ученых на территории нашей страны можно будет наблюдать в 2126 году.